10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. В правительстве презентовали новую государственную программу жилищно-коммунального развития Нур-Лежер на ближайшие 5 лет. Что она предполагает, готова рассказать Ирина Панфилова. Она следила за выступлениями глав профильных ведомств. Ирина, ждем подробностей. Арстан, приветствую. Ну что я хочу отметить. Теперь задача программы Нур-Лежер не только обеспечить людей качественным жильем, но и решить другие бытовые вопросы, в частности, связанные с тепло- и водоснабжением, модернизацией коммунального сектора и ремонта домов. В стране сформируют так называемую лестницу жилья при выдаче жилплощади. В первую очередь будут учитывать доходы семьи. Так вот, к примеру, если на одного члена семьи доход не превышает 30 тысяч тенге, то им будет предоставляться арендное жилье без права выкупа. Претендовать на него смогут также сироты, люди с инвалидностью и пенсионеры. Кроме того, допустим, военнослужащие, госслужащие, бюджетники, они смогут получить кредитное жилье по проекту 5-2025. В целом, для того, чтобы сделать процесс выдачи квартир более прозрачным, в стране запустят единую базу очередников. Теперь расскажу того, что касается качественной питьевой воды. К 2023 году планируется обеспечить центральным водоснабжением всех казахстанцев, реконструировать сети. Теперь планируют не на бюджетные деньги. Считают, что для этого есть другие финансовые механизмы, например, государственная программа ГЧП и также кредиты микрокредитных организаций. Кроме того, в планах решить вопросы строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений. Для этого хотят привлечь 328 миллиардов тенге. Всерьез в рамках нового проекта намерены заняться и вопросами систем теплоснабжения, ремонта, а также капитальным ремонтом и реновацией жилищного фонда. В ближайшие два года регионам выделят 30 миллиардов тенге. На эти деньги планируют отремонтировать 700 домов. Еще 126 многоэтажек приведут в порядок за счет оборачиваемых средств. Ну и последняя задача новой программы – это совершенствование сферы архитектуры и градостроительства. Для того, чтобы в строительной отрасли была прозрачность и контроль, идет разработка единой информационной системы ЕКУРЛС. Глава Кабмина поручил усилить работу в этом направлении. Также нужно больше уделять внимание освоению средств, потому что в некоторых регионах деньги освоены не в полном объеме, которые выделялись по программе Нурлежер. Там нужно навести порядок. Кроме того, сегодня на заседании правительства рассмотрели еще один вопрос. Это внедрение обязательной системы социального медицинского страхования в Карагандинской области. В целом, на сегодняшний день по Казахстану до сих пор не определен статус 32 тысяч людей. Социальный статус – это 88% застрахованы, а в Карагандинской области – это 87%. К данному часу у меня пока вся информация. Будем следить за развитием событий. Спасибо. Ирина Панфилова, работая в здании правительства, там презентовали новую жилищную программу коммунального хозяйства. К слову, вопросы коммунального хозяйства сейчас одни из самых актуальных. В продолжении темы о водоснабжении. В столичном микрорайоне Жагалау полностью восстановлено именно водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городского Акимата. До позднего вечера коммунальщики пытались устранить аварию, в результате которой без воды оставались больше 20 многоквартирных жилых домов. Для местных жителей был организован подвоз воды, образовывались длинные очереди. Напомню, порыв на водопроводе в центре Нур-Султана произошел накануне в 5.40 утра. Причина – разрыв сварочного шва на трубопроводе. Молочные заводы готовятся работать по стандартам Евразийского экономического союза. С 1 января вводится в действие новый ГОСТ по приему молока. Его теперь будут проверять и на обсемененность. Это тоже показатель санитарного качества. Одно из перерабатывающих предприятий Североказахстанской области региона уже протестировало свою продукцию сразу в четырех независимых лабораториях. Эксперты выдали заключение, что взятые пробы соответствуют требованиям ЕАЭС. Молоко этот небольшой завод закупает нам в товарных фермах и у частных подворья. Специалисты строго следят за качеством сырья. За 10 месяцев здесь переработали свыше 5000 тонн молока и произвели продукции на 1,3 млрд тенге. В планах и дальше наращивать объемы производства. Сегодня нам все-таки надо сказать четко, что такое обсемененность молока. Это не чистое молоко. Это сегодня, если наши личные подворья уделят внимание гигиене скота, здоровью скота, то в принципе проблем не будет. Поэтому на сегодняшний день какой-то вот искусственно созданная ажиотаж, что мы останемся без молока, кто-то останется без денег. Если мы с 1 января будем применять вот эти требования, то наш народ, он быстро сориентируется и подтянется, потому что люди многие годами работают в этом бизнесе и терять этот бизнес они не будут. Более 70% молока, идущего на переработку, производится в личных подсобных хозяйствах казахстанцев. Зачастую такое сырье имеет низкое качество. В самом крупном молокоперерабатывающем предприятии Караганинской области заявили, что учитывая новые требования, молочная фабрика отказалась от так называемого фляжного молока, которое собирают по дворам. В регионе у предприятия создана целая сеть. 30 пунктов приема питательной жидкости, которые оснащены необходимым оборудованием для первичного контроля качества. В населенных пунктах стоят охладители. Есть борщица молока, квалифицированная, которая объясняет им, как собирать молоко, охлаждать его, процедить. Практически нет возвратов молока в населенные пункты, когда находились бы антибиотики или не проходила бы соматика. Это социальный вопрос, потому что население многое живет со сдачей молока. И они должны понимать, что требования ужесточаются. Им нужно меняться в подходе по сдаче молока, по надоям, по культуре доения и ухода за скотом. Казахстан имеет один из самых высоких среди государств ЕАЭС объемов молока, произведенного в подсобных хозяйствах. Для сравнения, в Белоруссии этот показатель составляет всего 4%, а в России не превышает 50%. А значит, отечественные производители, по мнению экспертов, после введения техрегламента рискуют пострадать больше всего. Тем временем в Минсельхозе отмечают, что менять ситуацию они намерены за счет государственной поддержки. Таких, как развитие якорной кооперации, поддержка сельхозтоваропроизводителей при создании заготовительных пунктов, кооперативов, заготовительных организаций. Также была разработана отраслевая программа развития молочного животного оста до 2024 года. Тем временем в Национальной палате предпринимателей также настроено оказать со своей стороны поддержку мелким отечественным сельхозтоваропроизводителям, то есть тем, кто уже в ближайшей перспективе может лишиться одного из своих главных источников заработка. Правда, пока эта поддержка касается в основном лишь теоретических аспектов развития животноводства. Там вопросов много надо решать. То есть это породные преобразования для выведения, чтобы нарастить какие-то объемы, дотянуться до качества. Было предложение неоднократно создать кооперативы. Почему кооперативы? Для того, чтобы было качественное молоко. Хотя бы качественно перерабатывали его и поступали дальше в молзаводы. Казахстанский бензин поступил на европейские рынки. Первую экспортную партию в объеме около 2000 тонн начал отгружать от Ирауски нефтеперерабатывающий завод. Подробности у нашего экономического обозревателя Индиры Тикжановой. Рустан экспортирует самую популярную марку бензин АИ-92 экологического класса. Думаю, что жители Европы оценят ее по достоинству. По данным Министерства энергетики Казахстана, квота на экспорт данного нефтепродукта заводу выделена в текущем месяце. Общий объем поставок превышает 35,5 тысяч тонн. И это самая крупная партия в ноябре. Напомню, что из-за недостаточных объемов производства в Казахстане с 2011 года действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. И впервые с введением моратории Атаравский завод возобновил отгрузку топлива за границу. Как отмечают в профильном ведомстве, казахстанский бензин в европейских странах востребован. Улучшилось его качество, увеличились объемы производства. Все это стало возможным благодаря модернизации завода и запуску новых технологических установок. На внутренний рынок предприятие в этом году отгрузило около миллиона тонн бензина. Почти полмиллиона автомобилей по всему миру отзывает японская компания Nissan. Как сообщает агентство КОДА, причина в проблемах с утечкой тормозной жидкости. Такая неисправность в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и, соответственно, возгорание машин. Сервис на акции касается в основном автомобилей, произведенных для рынков Северной Америки. Отзыву подлежат несколько популярных моделей кроссоверов и внедорожников, производившихся с 2015 по 2018 годы. Из-за большого количества автомобилей с дефектами компания может продлиться до лета следующего года. В Таджикистане в шестой раз за год подорожала мука. Цена за 50-килограммовый мешок уже достигает 22 долларов. Жители обеспокоены, так как это всерьез бьет по их карманам. В месяц на покупку мешка муки уходит одна шестая часть средней заработной платы. Власти страны объясняют ситуацию ростом цен на импортный продукт, основной поставщик которого – Казахстан. Любые изменения цен у нас, соответственно, влияют и на таджикский рынок. Ежегодные потребности Таджикистана в хлебе составляют 2 миллиона тонн и только миллион покрывают за счет внутреннего производства. Только за полгода в республику завезено свыше полумиллиона тонн зерна и в основном из нашей страны. Перерабатывать пшеницу в Таджикистане стараются на собственных мукомольных предприятиях. Но так как сырья недостаточно, закупают и казахстанскую муку, которая также этой осенью выросла в цене. Почти втрое увеличат пособие по безработице в соседнем Узбекистане. Размер его составит 644 тысячи суммов или 68 долларов. На сегодня эта сумма эквивалентна 24 долларам. Ранее власти страны сообщали, что пособие по безработице не выполняет свою экономическую функцию. Оно настолько мало, что люди редко оформляют документы на получение денег. Количество безработных в стране составляет около полутора миллиона человек. И для того, чтобы всех обеспечить работой, нужно открыть свыше 50 тысяч новых предприятий. При этом за границей работают свыше 2,5 миллионов граждан Узбекистана. Как передает агентство Фергана, в прошлом году трудовые мигранты отправили на свою родину свыше 5 миллиардов долларов. Компания Apple может озолотиться на рекламе, используя свой новый продукт. В ближайшие годы выручка может вырасти более чем в 5 раз. На данный момент Apple зарабатывает на рекламе около 2 миллиардов долларов. Аналитики считают, что буквально за следующие 6 лет компания может увеличить этот показатель в разы. К 2025 году выручка может составить 11 миллиардов долларов. По мнению специалистов, основная возможность кроется в запущенном недавно сервисе Apple TV+. Он доступен только на устройствах Apple и открывает для компании огромное поле возможностей. В Китае за считанные секунды разошлась первая партия новой модели смартфона Huawei. Цена на устройство выросла в 7 раз. Если на старте продаж смартфон стоил 2,5 тысяч долларов, то уже предлагают сейчас его приобрести за 14 тысяч долларов. При этом сообщается, что цена, скорее всего, была завышена спекулянтами, нежели продавцами. Новая модель продается только на территории Китая. Появится ли она на международном рынке, пока неизвестно. И в завершение официальный курс на сегодня. Доллар США стоит на рынке 386 тенге 7 тыинов. Это все деловые новости к данному часу. Такими темпами скоро Huawei сможет по цене конкурировать со знаменитым Apple. Спасибо, Индира Тикжанова, было сделавыми новостями. Как минимум 5 мирных жителей погибли при авиаобстреле на северо-западе Сирии. Как сообщают местные СМИ, удар нанесли военно-воздушные силы России. Цель атаки – предполагаемые позиции террористов в этом районе. Отмечу, это не первый случай, когда в результате авианалетов гибнут мирные жители. По данным ООН, с начала военной операции Турции в Сирии погибли более 90 человек. А в Иране, где не стихают массовые протесты, погибли уже 25 человек. Сотни людей вышли на улицы из-за роста цен на бензин. В полиции сообщили, что накануне митингующие стали сжечь бензоколонки и банки. Чтобы успокоить толпу, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. В целях безопасности ограничена работа интернет-сети. Отмечу, на прошлой неделе власти Ирана объявили о подорожании бензина до 15 тысяч иранских реалов за литр. То есть цена горючего увеличилась вдвое. Также власти ввели квоты на розничные продажи топлива. Таким образом, автомобилисты смогут в месяц приобрести лишь 60 литров на человека. В смысле на водителя. К слову, Иран имеет крупнейшие запасы нефти в мире. Но из-за проблем с ее переработкой страна вынуждена экспортировать сырье за рубеж. Четверть миллиона граждан Чехии потребовали отставки премьера в канун годовщины бархатной революции. Манифестанты со всей страны собрались на Летонском поле в Праге. Организаторы митинга выдвинули ультиматум главе правительства Андрею Бабишу. Он должен покинуть свой пост до 31 декабря. Иначе протесты вспыхнут с новой силой. Премьер-министра обвиняют в конфликте интересов, поскольку, по мнению его оппонентов, миллиардер, ставший политиком, продолжает заниматься бизнесом на государственном посту и добивается преференций для своих компаний. Между тем, президент Чехии Милош Земан назвал требования протестующих недемократичными, поскольку официальные обвинения с Бабиша были сняты, а парламент отверг призывы начать процедуру его собственной отставки с поста главы государства. Тем временем, более 20 оппозиционных партий проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы, касающийся перехода на пропорциональную систему выборов. В парламент участники многотысячного митинга в столице Грузии потребовали отставки правительства и проведения досрочного голосования. Юлия Тужилкина с подробностями. В 7-1 так называется протест, в котором сплотились все грузинские партии против одной правящей. Многопысячная антиправительственная акция проходит сразу на нескольких центральных улицах Тбилиси. И, конечно, народ собрался около здания парламента, ведь именно здесь зародилось начало конфликта. 14 ноября на заседании парламента рассматривали вопрос о пропорциональной системе парламентских выборов в 2020 году. Эту реформу правительство пообещало после массовых летних акций протеста. Однако вопрос о поправках не набрал должного количества голосов. Оппозиции и гражданские активисты обвинили власти в обмане и призвали народ выйти на улицу. Я считаю, что нужно быть там, где мой народ, со всеми этими людьми. Я мотивирую молодых и радуюсь, что они здесь, потому что именно они должны быть впереди, а мое поколение уже ветераны, которые принесли эту независимость стране. И я обращаюсь к молодым, берегите Грузию. Основные требования протестующих – назначение досрочных парламентских выборов, формирование временного правительства и реорганизация Центральной избирательной комиссии. Только в этом видят выход из сложившейся ситуации оппозиционеры. Правительство завело страну в политический кризис, потому что не выполнило обещания, не исполнило те реформы, которые обещало другим партиям и народу. Из этого кризиса есть выход – досрочные выборы. Это позволит успокоить ситуацию и повести страну вперед. К сожалению, правительство ведет себя очень безответственно и не идет на диалог с народом. Если все так продолжится, все закончится очень плохо для правящей партии. Правящие партии считают, что предпосылок к досрочным выборам нет и компромиссов не будет. У здания парламента мобилизованы дополнительные силы полиции. А участники акции повесили замки на ворота парламента, забаррикодировали входы и установили круглосуточное дежурство. Вплоть до выполнения всех требований. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурен-Велашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. А вот центр Венеции по-прежнему остается под водой. Ее уровень в середине ноября поднялся до самых высоких отметок за 50 лет и лишь немного не дотянул до рекорда 1966 года, когда он составил 194 сантиметра. На прошлой неделе мэрия города объявила режим чрезвычайной ситуации, а в эти дни ожидается новый прилив. Высокий первый этаж не уберег от потопа библиотеку Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло. Руководство обратилось ко всем, кто готов помочь принять участие в спасении нотных партитур и музыкальной литературы. На призыв откликнулись волонтеры. Вместе со студентами и преподавателями они перенесли все исторические и художественные ценности в безопасное место. Теперь администрация консерватории задумалась о том, как обезопасить учреждения от вполне вероятных неприятностей в будущем. Азаматы лайықты өмір сүретін мемлекет – Куатты. Мемлекет силыға қысы тағдырын өз қолына алған жандырға арналған. Тек Тұрғыны Құрлыш Жинақ Банкін деғана барлық шарттарды орындаған адам депозиции ақсынын бөлек Жинақ Сомасының жерма пайызына тен мемлекет силыға қысын алады. Тұрғыны Құрлыш Жинақ Банка арманнан басталады. Жилстрой Сбербанк Начинается с мечты. В Мангистау полицейского ударили камнем по голове в Шымкенте. Водитель сбил стража порядка, протащив его на капоте. А в Туркестанской области накрыли необычное подпольное казино. Все подробности в хронике происшествий. Мангистау полицейского ударили камнем по голове на трассе Актаущит Пебенеу водитель Тойота Камри не справился с управлением и совершил опрокидывание своего автомобиля. В это время после дневной смены со своего маршрута возвращался полицейский патруль. Лейтенант полиции, увидев дорожно-транспортное происшествие, решил помочь пострадавшим. Однако на сотрудника правоохранительных органов напал водитель, попавшего в ДТП транспорта. Лейтенанта полиции ударили камнем по голове, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области. В отношении нарушителя была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. А в Шымкенте водитель сбил полицейского и протащил его на капоте. Как сообщили в полиции, владелец автомашины Део Некси проигнорировал требования их сотрудника об остановке во время регулирования светофора. Мужчина сначала сбил полицейского, а затем протащил его на капоте своего авто 50 метров, после чего остановился. Сейчас водитель находится в изоляторе временного содержания. В Алматинской области полицейские помогли местному фермеру вернуть угнанный конокрадами табун лошадей. Задержанный два брата передает пресс-служба регионального департамента полиции. Животные паслись сами по себе близ села Карбалтабай. Причиненный материальный ущерб пострадавший фермер оценил почти в 7 миллионов тенге. Большую часть украденных животных обнаружили в соседнем районе. Четырехлетний ребенок пострадал в аварии на трассе в Западно-Казахстанской области. ДТП произошло на автодороге Чапаева-Жангала в районе поселка Козлаба. Опрокинулась автомашина, в которой находились три человека. Из искореженной машины спасатели вытащили 37-летнюю женщину и 4-летнего ребенка. Девочка получила ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. А женщина была доставлена в больницу с закрытым переломом малоберцовой кости. Еще один 37-летний мужчина от госпитализации отказался. Грузовик врезался в бетонную опору моста в Павлодарской области. ДТП произошло на автодороге Павлодар-Казаларда вблизи села Береге. В областном департаменте полиции сообщили, что водитель выполнял ремонтные работы. На мостовой развязке, выгрузив грунт, он не опустил кузов и продолжил движение. После чего совершил столкновение с бетонной опорой моста. Мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Также поврежден кузов автомашины. В Туркестанской области накрыли необычное подпольное казино. Работало оно под вывеской «Донерный» в поселке Коктурек. Но клиентам там предлагали не только сочные гамбургеры, но и незаконные игры. Персонал был уверен, что замаскировался основательно. Однако все планы нарушили бдительные сотрудники Сарагашского районного управления государственных доходов. Во время рейда изъяли фишки, карты. Сейчас специалисты продолжают инспектировать рынки, магазины и даже аптеки. Особое внимание Сарагашскому району, где сосредоточено большое количество курортных зон. Около тысячи детей в Казахстане страдают редкими или так называемыми орфанными заболеваниями. Если в 2011 году в стране было всего 6 больных мукополисахаридозом, то в настоящее время их уже 39. Специалисты говорят, что на растущие показатели влияют современные методы диагностики. Еще 10 лет назад казахстанские медики могли лишь выявлять эти болезни на стадии прогрессирования. Сейчас же отечественная медицина способна диагностировать их на раннем этапе. И первыми это научились делать в Павлодаре. За два десятка лет с диагнозом муковисцидоз в Павлодарской области выявили 13 пациентов. Трое из них умерли от прогрессирования болезни. Сегодня в регионе с этим страшным наследственным недугом живут пятеро детей. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и получают патогенетическое лечение. 13-летний Хадыржан, как обычно, ребенок, ходит в школу. Он живет с этим диагнозом. Мальчик с пяти лет занимался спортивной гимнастикой. Потом получил травму. Ежедневно употребляет лекарства, чтобы уберечь себя от инфекции. Мы всегда боимся, что он заразится от кого-то, потому что иммунитет слабый. Соответственно, вот эта отвязкая же среда, она образуется в легких. Она благоприятствует как раз развитию бактерий. Какие-то медицинские препараты, вот тот же Крион, какие-то антибиотики, ну недорогостоящие, скажем так, нам выделяют государство. Что касается уже реабилитации, там пульмазин, такие препараты, которые стоят по 50, по 40 тысяч тенге. Есть, которые по 150 тысяч тенге стоят. На сегодняшний день мы вынуждены покупать. В Казахстане для больных муковисцидозом нет специальных реабилитационных центров. Дети вынуждены получать консервативное лечение в условиях стационара. В четырехлетней ясмине установили диагноз муковисцидоз. Сразу после рождения малышка попала в больницу с выраженными симптомами бронхолегочной патологии. Требовалось срочное обследование. Сегодня девочка живет под постоянным наблюдением врачей. Болеем часто. Да, в год два раза ложимся в больницу. Вот переохлаждаться нельзя. Болеет она с двухмесячного возраста. Были очень сильные каши, отдышка. В наше время отечественная медицина способна выявлять редкие заболевания даже у новорожденных. В областной детской больнице появился специальный аппарат, называемый «Нанодак». Это диагностическое устройство способно за две с половиной минуты провести анализ и определить диагноз с подозрением на муковисцидоз, что раньше сделать было невозможно. Плюс этого аппарата не только в том, что он проводится за несколько минут, но и упрощает весь процесс, особенно младенцам. Раньше мы проводили этот метод обследования с помощью нагревания тепловой процедуры, нагревания парафином, что это удалось нам трудно и дети переносили немножко тяжело. Кроме редких болезней, «Нанодак» способен выявлять и самые сложные аллергологические заболевания, в том числе и вытекающую впоследствии бархиальную астму. Эту хроническую болезнь очень трудно выявить у детей раннего возраста. Аллергологи говорят, в последнее время проблема обретает масштабность. Болезнь все больше прогрессирует среди новорожденных детей в виде проявления атопических дерматитов. Поэтому врачи советуют уделять большое внимание именно грудному вскармливанию, правильному питанию мамы и макроклимату окружающей среды. В последующем, где-то с 3 до 6 лет идет дебют уже респираторных заболеваний, как бронхиальная астма, как респираторные аллергозы. Проявляется бронхиальная астма у детей приступом удушья, одышками, приступообразным кашлем. Но эти проявления необратимы. Чем они характерны для бронхиальной астмы? Существует сложность, особенно в детском возрасте, диагностировать эту бронхиальную астму. Симптомы бронхиальной астмы схожи с рядом патологических заболеваний, такими как врожденные пороки развития легких, сердца, первичные иммунодефициты и муковисцидоз. Поэтому ранняя диагностика нужна как воздух организму. Тем более, что болезнь молодеет с каждым годом. Довольно-таки рост активный идет. И появилось больше детей с раннего возраста. Если, допустим, раньше мы диагностировали где-то 5-6 лет, то сейчас мы можем ставить диагноз уже и в год. И до 3 лет очень много детей, которые уже страдают и которым уже выставлен диагноз бронхиальная астма. В 2018 году в Павлодарской области бронхиальной астмой страдало 1830 детей. В этом году их стало на 250 больше. 20 из них имеют инвалидность. Ербулавиша Самат Аспанов, Алексей Амельницкий. Из Павлодара. Хабар, 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 85% госуслуг в Павлодарском прииртышье оказывают в электронном формате. Популяризация работы посредством портала ЕГОВ и его сервисов сейчас главная в активизации работы с населением. Из года в год государство расширяет перечень предоставления государственных услуг. Например, проактивная, когда государство само предлагает маме новорожденного оформить свидетельство о рождении ребенка, оповестив роженицу с помощью смс-сообщения. Или композитная, когда одним заявлением обратившимся оказывают сразу несколько видов услуг. Есть еще и такая форма, как открытый акимат. Она позволяет сельским жителям быстро решить множество проблем. Недавно подобный фронт-офис в здании госучреждения заработал в Майском районе. Местные власти выделили специальные для этого помещения в районном акимате. Таким образом, чиновники стали, что называется, на шаг ближе к народу. Раньше мы тоже обращались к специалисту. И приходилось ждать, конечно, люди были, очередь. Здесь очень быстро, качество обслуживания мне очень понравилось. В течение минуты нас быстро обслужили, и мы свободны. Сейчас во всех акиматах мы открываем специальные залы для того, чтобы люди могли получить те или иные услуги в одном месте. Вот в рамках проекта «Слышащие государства» мы призываем всех госслужащих нашей области, чтобы они сегодня ближе были к людям. Самое главное в этом вопросе, чтобы была обеспечена доступность, получение этих услуг, своевременность и качество. Внедрение бюджета четвертого уровня в рамках 98-го шага плана нации, 100 конкретных шагов обсуждают сегодня в Можилисе. В правительственном части участвует министр национальной экономики Руслан Даленов. Какие вопросы поднимают депутаты, расскажет мой коллега Иван Тулинов, он на прямой связи с нами. Иван, слово тебе. Да, приветствую, Аристан. Сессия вопросов пока еще не стартовала. Успели выступить сам министр национальной экономики Руслан Даленов. И вот сейчас выступает председатель соответствующего комитета Можилиса. Спикеры подробно рассказывают о внедрении четырехуровневого бюджета. В стране эти новшества коснутся 40% населения Казахстана. Нововведение заключается в том, что каждый населенный пункт в Казахстане будет обеспечивать себя самостоятельно. То есть, сколько доходов получено в виде налогов, трансфертов из района, штрафов и прочих источников бюджета, на такую сумму можно будет рассчитывать при распределении расходов. Как отметили спикеры, таким образом Акимы должны проявлять инициативу и не уповать на трансферты из центрального бюджета. Внедрение четырехуровневой системы в стране началось в 2018 году. В 2020 самостоятельный бюджет будет введен в оставшихся 1338 сельских округах. Таким образом, бюджетная система станет четырехуровневой повсеместно на территории всего Казахстана. Руслан Даленов рассказал о том, как выглядит структура доходов бюджета местного самоуправления в настоящий момент. По итогам 2018 года общий доход сельских округов составил 130 миллиардов тенге, при этом четверть или 32 миллиарда – это собственные доходы. Министр нациоэкономики констатировал, что в целом по стране средняя доля собственных бюджетов местного самоуправления небольшая. Средний бюджет одного сельского округа составляет 122,4 миллиона тенге. Но в разрезе областей, особенно сельских округов, картина выглядит более позитивно. Есть, к примеру, округа, отметил министр нациоэкономики, где бюджет превышает 1 миллиард тенге. Но пока это вся информация, которая стала известна к данному моменту, мы продолжаем следить за обсуждением этого вопроса и более подробно расскажем в следующих выпусках. Аристан. Спасибо, Иван. Ждем новостей. Напомню, Иван Тулинов работает в здании мажориста парламента. Сегодня в столице Испании будет дан старт финальной части Кубка Дэвиса. В этом году традиционный турнир среди мужских команд проходит по совершенно новому формату. В Мадриде сейчас собрались 18 лучших сборных, в том числе и команда Казахстана. О планах и перспективах наших спортсменов на решающем турнире расскажет Лариса Гречихина. Накануне главного события организаторы Кубка Дэвиса разнообразили процесс подготовки спортсменов. Тренировку 18 теннисистов из всех стран участниц турнира посетили 300 юных испанских школьников. Из состава сборной Казахстана провести мастер-класс в честь выпала Андрею Голубеву. Вот только старт намеченного мероприятия немного затянулся. Сначала детей не запускали на корт, потому что у них не было аккредитаций. Правда, в течение 15 минут вопрос решился, и счастливые школьники побежали к мячикам и ракеткам. Если честно, скажем так, это может быть первый такой нестандартный мастер-класс. Почему? Потому что сам Кубок Дэвиса первый раз, да, проходит на нейтральной территории, скажем так. Поэтому дети испанские, то есть это ни той страны, ни свои, ни против которой мы играем. Но, впрочем, он прошел достаточно в обычном режиме, как он проходит. Единственное, могу отметить, что когда мы организуем мастер-классы все дома, они проходят более организованнее. К слову, это были ребята из обычной общеобразовательной школы, ведь теннис в Испании развивается на протяжении долгих лет. По словам Голубева, в Европе есть такая практика, когда школьники вместо урока физкультуры могут приехать на тренировку профессиональных спортсменов. Ведь это полезно для общего развития. Пока одни теннисисты прививают любовь к теннису мадридским детям, другие члены национальной сборной Казахстана продолжают активно тренироваться. Ведь до старта финальной части Кубка Дэвиса остается все меньше времени. Первой ракеткой Казахстана Александр Бублик стал совсем недавно. С 30 сентября 22-летний спортсмен стал первым номером команды, обойдя в рейтинге ATP более опытного Михаила Кукушкина. Сейчас Александр на 58-й позиции. По его словам, он в хорошей форме и готов показать свой лучший теннис. Я такой же член команды, как и все остальные, как и Митя Попко, как и Саша Недовесов, Михаила Кукушкина. Рейтинг есть рейтинг. Сегодня он такой, завтра он другой. Моя задача выиграть одиночный матч. И в первую очередь давление, если оно есть, то оно собственное, ну, мое. Что я просто хочу победить этот матч принципиально, потому что это мой матч. Если для Александра это будет только второй кубок Дэвиса, то Дмитрий Попко считается более опытным в выступлениях за сборную. В его активе шесть турниров, причем в четырех матчах казахстанец выигрывал. Ну, я в этот раз иду как третий номер по рейтингу, поэтому, если, скорее всего, буду в роли запасного, поэтому я буду смотреть и болеть. И если готовиться, конечно, устраиваться, если кто-то, не дай бог, там, заболеет или что-то, то, конечно, надо быть готовым. Сборная Казахстана свой первый матч сыграет с голландцами 19 ноября, а второй с британцами 21-го. В Кубке Дэвиса любой матч, любая команда, они опасны, потому что игроки приезжают играть за свою страну, и это впервые такой формат, круговой этап в группе, два матча. Поэтому мы играем с теми, с кем играем. Конечно же, когда в феврале узнали, что Великобритания и Голландия, Казахстан, и все отметили, что это одинаковая команда, из этой группы может выйти кто угодно. Старт финальной части Кубка Дэвиса будет дан сегодня по времени Нурсултана. Он запланирован на 19.30. Лариса Гречихина, Мирамбек Ахмаханов, Хабар-24, Испания, Мадрид. Вопросы чести и достоинства всегда были актуальными во все времена. Алматинский театр «Жаз Сахна» презентовал спектакль «Джамиля» по одноименной пьесе Чингиза Айтматова. «История» рассказывает о нелегкой девичьей судьбе. Культ вояж на Хабар-24. В столице прошел вечер памяти казахского композитора Алмабека Мирбекова. В Центральном концертном зале «Казахстан» прозвучали произведения выдающегося музыканта. Его работам характерны гармоничное переплетение традиционных мотивов с лучшими достижениями мировой академической музыки. На сцене в этот вечер выступили лауреаты республиканских конкурсов и струнный квартет под руководством Серика Сырлыбаева. Его достижения напрямую связаны с творческой средой, в которой он рос и развивался. Он писал произведения для домбры, кобыза, виолончели и скрипки. Затем взял планку выше, написал симфонию. Потом на свет появилась симфоническая поэма. Его авторству принадлежит балет «Алдар Косе». Квартет, для которого он написал, произведение получает высокую оценку московской публики. В разные годы композитор преподавал инструментовку и чтение партитур в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы с альфеджио и теорией музыки в Академии искусств имени Жургенова. В 2006 году при эстрадно-цирковом колледже имени Илебекова по инициативе Алмабека Мирбекова создан ансамбль народных инструментов. Алматинский театр Жасахна презентовал спектакль «Жамиля» по одноименной пьесе Чингиза Айтматова. История рассказывает о нелегкой девичьей судьбе, поднимает вопросы чести и достоинства. Постановку в театр принес молодой режиссер Улан Мирзак Арыбаев, студент Петербургского института искусств. На создание полноценного спектакля ушло чуть больше месяца. Труппа проделала не только сложную актерскую работу, но также и небольшое документальное исследование. Для полного погружения в процесс они посетили дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке. Когда-то Луи Арагон, он говорит, прочитав Джамилю, я считаю, что это лучшее произведение про любовь. А я хочу сказать словами Чингиза Трекулч, автора этого спектакля, этой повести Джамиля, что любовь есть рычаг действующий в человеке, в его судьбе. Поэтому наш спектакль, наверное, про вот этот вот рычаг, про любовь и то, что ни одна война, ни один феодальный строй, ни какие-то устои не могут помешать, когда он и она хотят быть вместе. И вот про вот это наш спектакль. Первое издание «Жемели» общество восприняло крайне негативно. Власти хотели запретить эту повесть и устроить гонение на Чингиза Айтматова. Однако чуть позже книгу переиздали в Москве, и люди совершенно по-новому взглянули на нее. В театрах начали ставиться спектакли по мотивам повести, а в 1968 году был снят художественный фильм «Жамиля». В Алматы в музее имени Костеева состоялось открытие выставки современной фотографии. В экспозиции представлены работы восьми фотохудожников из Германии. Посредством своего творчества мастера создают различные формы фотографии, которые в основном отражают происходящую действительность. Каждый автор стремится передать свое отношение к увиденному, тем самым превратить обычный снимок в фотоискусство. Я думаю, что эта выставка будет интересна совершенно всем зрителям, тем, кто интересуется фотографией в современном мире, потому что эта группа фотографов представляет возраст около 40 лет им всем. И я думаю, что и обычным зрителям, и фотографам профессиональным она будет интересна с точки зрения методов и тем для исследования немецких фотографов. Кто-то исследует, допустим, архитектурно-исторические объекты, кто-то исследует внутренний мир человека, кто-то работает напрямую над портретами, допустим, известных личностей, которые занимаются искусством в Германии. И каждый художник находит свою манеру экспонирования, свой взгляд и предлагает зрителю вступить и также провести собственные параллели и интерпретации. В рамках проекта были проведены мастер-классы для начинающих фотографов. Ознакомиться с творчеством немецких мэтров фотографии алматинцы и гости южной столицы смогут до 1 декабря. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 22 ноября в алматинском Тюзине пропустите премьеру спектакля «Пушкин лайф». 22 ноября в Театре имени Станиславского пройдет постановка «Трам-тарарам». 22 ноября спектакль «Вышел ангел из тумана» увидят гости Кустанайского областного драмтеатра. Театре имени Станиславского пройдет постановка «Трам-тарарам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова